Аниматроники у нас уже, собственно, находятся за кулисами, да, как можно увидеть. Покайся и рукой на тебя. Вызовите экзорциста, кто-нибудь, что с балон боем, я не понимаю. О, это оно, ребят, мы нашли сундук глищ-трапа. Привет! Мы продолжаем взламывать FNAF Hellpointed 2. И в этой серии мы найдём секретный сундук глищ-трапа и заглянем внутрь, а также взломаем карусель сандропа и посмотрим другие разные режимы. Если ты ждал взлом, скорее ставь лайк, это канал FNAF Play, а я, Golden Freddy, сразу погнали взламывать. Продолжаем наш взлом и продолжим его также с аркад, как было в прошлой серии, потому что у нас остался Фазер Бласт. Давайте посмотрим, что здесь есть интересного в этом уровне. А уровень довольно большой, потому что это какой-то хэллоуинский уровень хэллоуинского стиля, и реально интересно, что мы там сможем найти. Итак, чтобы начать этот уровень, нужно пострелять. Давайте я, наверное, это сделаю. То есть я уровень начну, но, естественно, играть я в него не буду. Мы будем рассматривать и осматривать все локации, которые у нас здесь имеются. Итак, вылетаем сразу же. И давайте здесь осмотримся, друзья. Вот как вылетают эти звёздочки. Они берутся, кстати, смотрите, из-под земли, и начинают как бы подниматься вверх постепенно. Довольно интересно. Э-э-э, аниматроники у нас уже, собственно, находятся за кулисами, да, как можно увидеть. Здесь у нас есть Монти, Фредди, Чик, они друг на друге лежат, чтобы и Рокси, и все на свете. То есть это всё у нас за кулисами находится, они постепенно будут вылетать. Соответственно, сам фон довольно-таки прикольно двигается. С другой стороны, естественно, вот как это выглядит. И, смотрите, это реально огромная локация. Здесь тоже всё это за кулисами находится. Видите, здесь у нас Рокси, Фредди. И все вот эти вот декорации с ракетами, они уже находятся на уровне. То есть они не появляются из ниоткуда, они просто начинают постепенно выезжать с левой или с правой стороны. Видите, вот там метеориты полетели. Вся эта шляпа. Здесь у нас стоит Дредбер, который показывает, что мы хреново играем. И тут стоит новый аниматроник, кстати. Он, почему-то, ноги у него в полу находятся, это очень странно. Видите, это реально очень странно. Ну да ладно, давайте облетим всю эту локацию и посмотрим, что тут вообще есть. Как она выглядит. Она реально большая. Локация, это, наверное, одна из самых больших локаци... Опа! Возможно, это какая-то секретка. Давайте посмотрим, что это. Это, это шарик. Шарик Пицца Плекса. Не знаю, что он делает далеко за текстурами. Также у нас есть огромный черный шар под землей. Что там внутри, давайте посмотрим. Воу! Ребята, внутри нас ждет скример! Офигеть, зацените! Это получается скример нового аниматроника, да? У него рука одна вытянута, другая рука у него в жопе. Не знаю, что он там делает. Но выглядит это очень странно. То есть он такой, типа, покайся и рукой на тебя. Ноги... У него проблема с ногами. Я не знаю, у него пальцы в ноги залезли. Это как-то странно. Но в целом аниматроник выглядит довольно крипово. Смотрите. Офигеть! Такого я реально не ожидал. Увидеть аниматроника в текстурах. Еще и в огромном черном шаре, смотрите. Это реально круто. Так, за это уже можно лайкусик влепить. У нас еще за текстурами есть черная дыра и планеты какие-то. Куча камней, огромный... Ой, меня убили. Фу, блин, я не... Я... Короче, давайте сейчас... Я не буду запускать этот уровень. Мы уже поняли, что там в текстурах всякая шляпа. Я не успел осмотреть, а я уже сдох. Ну, прикольно вообще. Ой-ой-ой. Так, все. Я испугался, где-то появился стран. Так, вот здесь у нас еще есть два шатра, типа. Но они пустые. Что левый, что правый. Они у нас пустые. Здесь у нас, кстати, вот эта тачка фиолетового человека. Кто ее помнит из прошлого Хеллпонда, да? Это она же. Только у нее фара теперь не светится. У нас есть колодец, кстати. Колодец, который внутри... Да, внутри он пустой. Тут даже воды нет. Просто колодец пустой. Сверху у нас здесь стоят всякие вот эти вот стоги с сеном. И, в принципе... Знаете, чего у них в воде? Летучих мышей нет. Как было на прошлой карте. Ну, карта реально, смотрите, она сама по себе большая. Там у нас, опять же, лежит мячик. Здесь у нас ветряная, типа, мельница. А мячик уже, по-моему, другого цвета, да? Он был оранжевый. Теперь он, друзья, желтый. Смотрите. Офигеть. Почему он поменял цвет? Непонятно. Ну, ладно. У нас вот напорная башня, в которой тоже нет воды. Это логично. Есть какой-то странный сарай. Что же внутри находится, друзья? Смотрите. Внутри находится ровным еще там ни хрена. Пустой абсолютно сарай. Ничего там нет. Куча камней, которые тоже, внутри ничего нету. Ничего особо интересного. Стоит ведро. Дырявое. Какой-то сундук. Внутри пустой. И, соответственно, мешки со всяким говном. И взрывная бочка. Взрывная бочка. А здесь у нас какой-то колпак, кстати, лежит. Смотрите. Вот он, колпак. Просто воткнут в землю. Это очень странно. Внизу у нас какой-то странный туман. И, соответственно, вот так вот вы... Ой. Залетел в шар. К медведю. Выглядит карта. И у нас внизу еще и сидит скример медведь. Где он там? Вот он. Здравствуйте. Здравствуйте, мистер медведь. Не надо тут, пожалуйста, пердеть. Я пошел. Ну, не знаю. Ну, такая карта, конечно, прикольная. Но особо ничего секретного мы здесь не обнаружили. В любом случае, мы ее посмотрели. И это прикольно. Какого-то фига там шарик. Дредберг, кстати, у нас зеркальный. И у него даже есть ноги. Офигеть. Вот это интересно. Ладно. Я предлагаю пойти в следующую локацию. Вроде бы все мы тут осмотрели. Пора бы сваливать отсюда. Так. Как бы это сделать? Как бы это сделать, действительно? Нет, не так. А как свалить из локации? У меня рука отвалилась одна, кстати. Не работает теперь. А верните руку, пожалуйста. У меня... У меня рука не работает. А, подожди. Я понял, почему у меня рука не работает. Мне же надо вернуться обратно. Совсем забыл. Вот. Теперь выходим. Выходим. И я думаю, что с файзербластом на этом мы закончим. Пойдем в следующий уровень. Я думаю, что в карусель к Сандропу. Вот это будет интересно. Потому что сам уровень не особо большой. Но тут есть на что посмотреть. Я так понимаю, что это одна карусель. Сейчас мы как-то посмотрим, где эта карусель находится. Она находится в какой-то тьме. И хоть и включен свет, друзья. Но на карте реально темно, как в жопе мамонта. Вы только посмотрите. Все темно. И это 3D объект. Это тоже какая-то хэллоуинская локация. Оно все темно. И вот он мундром, кстати, сидит. Сидит уже ждет нас. Смотрите. Ля сидит с кожаной. Что с тобой не так? Мундромчик, тебе нормально? Блин, вот у кого ноги и жопа растут. Понятно. Ну, смотрите. Сидит как бы, да. Особо не рыпается. Потому что колесо у нас не запущено. Но мы не будем его запускать. Смысл его крутить, если оно, в принципе, вот его видно. Его видно. Упоротый, кстати, кексик. Я не знаю, почему кекс упорот, но это выглядит забавно, ребят. Упоротый кекс. Бонни на... Упоротый... Вот это просто... Что? Что случилось с Балунбоем? Я не знаю. Мы его оставили на 2 минуты. Он уже упоролся. Посмотри на его лицо. Балунбой! Что с тобой? Акстись! Вызовите экзорциста, кто не понимает, что с Балунбоем? Я не понимаю. Капец. Он просто обдолбанный Балунбой. Ладно. Хорошо. Упоротый кексик. Упоротый Балунбой. Что у нас с Фантайм Фокси хотя бы? Ну, с Фантайм Фокси хотя бы более-менее всё нормально. А почему сидит в лодке? И жопы у неё нет. Ну, Фредди тоже плюс-минус нормальный. Утка. Ну, пойдёт. С Чикой тоже всё ок. А вот у нас и Фокси есть, кстати. Есть Фантайм Фокси, есть Фокси. Прикольно. Выглядит наша эта, собственно, карусель вот таким образом. Она тройная. С трёх сторон. Всякие приколюхи и загадки надо решать. Ну, собственно, что можно сказать? Очень неудобно кататься на кексе. Потому что если на медведя ты можешь сесть и сесть к Балунбой вот сюда, то... Ну, или в корабль, допустим, опять же, к Фокси или к Фантайм Фокси, то... Сесть сюда, ну, это же неудобно, капец. Я бы не сидел на кексе. Во-первых, ты нихрена не видишь из-за того, что кекс со своей свечкой там всё загораживает. Во-вторых, он упоротый. А в-третьих, ну, неудобно, неудобно. Не знаю. Отвратительное место. Кто сидел на кексе, тому... Тому явно не повезло. На самом деле, вот утки тоже. Вот самая удобная-то вот эта Чика. Чики на карусель. На самом деле, пиши в комментариях, на ком бы ты хотел прокатиться. Вот есть Фредди, есть корабль с Фокси и с Мангл. Есть Бонни, есть Чика, есть Балунбой. Вот это вот ведро с шариками. И, кстати, всего два Балунбоя. Это эксклюзивные вип-места с упоротым Балунбоем. Вот, пиши в комментах, где бы ты хотел прокатиться. Я бы, наверное, хотел прокатиться на корабле с Фокси. Потому что... Это, во-первых, пиратский корабль. А во-вторых, типа, впереди Фокси. Он, типа, меня везет такой. И мы с ним вдвоем путешествуем по морю. Прикольно. Вот, поэтому... Жду твоих комментов. А мы, наверное, переходим в следующий уровень. В следующий уровень. Возвращаемся обратно. И, собственно, давайте посмотрим. Там, кстати, тоже лежит тыква. Я ее не замечал, он с той стороны. Оказывается, есть тыква еще одна. Так, блин, зачем мне лазер из глаз? Что-то такое. Не знаю, видно вам или нет было. Ладно. Следующий уровень, это у нас, естественно, Капитан Фокси. И это будет очень долгий уровень. Я не знаю, как нам попасть бы... Ну, типа, нам же надо будет попасть в секретные уровни. Правильно? Которые... Короче, ладно. Я сейчас разберусь. Давайте просто сейчас посмотрим сам уровень. Насколько он большой и подгружается он или нет. То есть, Фокси стоит. Фокси нормальный, обычный, адекватный. Стоит, рассказывает нам истории о том, как он плавал по морям. И собирался в пиратские сокровища. Вот. Все, здесь все декорации нарисованы. Если мы вылетим в эту сторону, то тут будет пусто. Нет, всю локацию, ребят, все локации видно. Вот как это все выглядит. Офигеть. У нас видно, в принципе, все локации, кроме, опять же, вот этих секретных. И они, я так понимаю, все не прогружены. Это странно. Это что такое? Или прогружены все-таки? Я пока не понял, куда мы залетели. Ладно, давайте начнем просто с самого начала. Мы будем лететь так, как мы летим. Смотри, с самого начала, допустим. Как нас телепортируют? Вот мы-таки сюда залетаем. И сразу же... А, это конец. Надо в начало, надо в начало, ребят. Начало вот здесь. Вот мы залетаем в начало. И нас должно телепортировать в следующую локацию. Но это именно телепорт, друзья. Тут есть, кстати, локация запиксельная. Вот она. Вот она, я ее вижу. Я в ней нахожусь. И она действительно работает. Где-то можем мы даже найти с вами этого хэллоуинского мундропа. Попробуем сейчас его найти. Я думаю, что не стоит запускать аттракцион, потому что он просто сломается. Есть хэллоуинские страшные тыквы, смотрите. Хэллоуинские стрёмные тыквы. Есть какие-то летающие пакеты с мусором. Хэллоуинский мундроп у нас где-то был здесь, насколько я помню. И вот он, друзья, хэллоуинский мундроп. Смотрите, сидит себе спокойно. Крутит башкой. Ему тут очень даже удобно. Зацените. Просто притаился. На крысу сидит. Смотри. Ля, ля сидит. Молодец какой. Ну, прикольный мундропчик на самом деле. Шапки ему, правда, не хватает. Но выглядит интересно. У него ноги как будто приклеены. Смотрите. Офигеть. Зашкирился. Ладно, ладно. Сидит. Окей. Давайте дальше полетаем. Может, что-то в колодце у нас пусто. Может, что-то секретное мы тут и обнаружим. Постараемся, по крайней мере. Я хочу, знаете, что обнаружить? Тот самый уровень, где у нас, когда мы попадаем к глищ-трапу. Вот это я хочу найти. Это, скорее всего, здесь тоже всё это есть. Но, опять же, где оно находится и насколько далеко. Вот в этом-то весь вопрос. Потому что, опять же, мы туда попадаем. Вот оно, кажется, да? Это похоже на этот уровень. Или это не оно? Слушайте, я не знаю, что... О, это оно, ребят. Мы нашли сундук глищ-трапа. Мы нашли сундук глищ-трапа. Офигеть. Он там сидит? Да, смотрите, это его рука. Рука глищ-трапа, ребят. Офигеть. Миллион тысяч лайков. Мы нашли руку глищ-трапа в сундуке глищ-трапа. Секретно. Вау. Но прикол в том, что это только рука. Самого глищ-трапа нет. Но мы знаем, что он есть в игре. Его показывают в секретном финале. До туда мы ещё доберёмся. Мы ещё не всё взломали. То есть, вот так это примерно выглядит. Ребят, реально круто. Реально круто. За это уже можно поставить лайк. Вот он, пожалуйста. Пиратский флаг. Сундук с глищ-трапом. Отлично. Что у нас есть ещё интересного. Это, кстати, сундук прям рядом находился. С выходом. Так. У нас вот это есть комнатка. С подарками. Со всеми. Вот это секретной звездой. И звезда это реально, смотрите, она не нарисованная. Она как 3D-объект. Тут у нас тоже всякие текстурки есть. За текстурами, в принципе, ничего интересного. Вот Фокс нас поздравляет. Тут тоже вот огромная локация, где мы постоянно стреляли. Постоянно вылезают новые враги из этих домиков и отовсюду. Это тоже прикольно. Тоже прикольно. Так, хорошо. Идём дальше. И идём дальше. Чика с коктейлями, кстати, смотрите. И Фокси, который любит поиграть на музыкальных инструментах, так скажем. В окнах барашки. А мы едем дальше. Так. Тут у нас, получается, заканчивается локация. И нас перебрасывает, допустим, в пещеры. В пещерах мы тоже были. Пещеры тоже прикольные. Везде динамит. Прямо как из Майнкрафта. Далее у нас железная дорога. Где мы, кстати, можем заметить одну из целей. Также вот здесь есть две двери. А мы отсюда вылетели. Нам сюда. Нам сюда. Так. Тут у нас были летучие мыши. Очень много летучих мышей. Они, возможно, под землёй. Да. Они все под землёй, кстати. Видите? Все они под землёй. Там у нас какой-то купол странный. Мы тут ещё доберёмся. Летучие мышки. Здесь отсюда мы, кстати, выезжали, по-моему. Да? Или что это такое непонятное? Так. Там мы не были, кстати, тоже вот здесь. Здесь мы не были. Здесь, кстати, вылетает у нас... Точнее, не вылетает, а выходит отсюда. К хэллоуинский этот додик. И мы должны закрыться, успеть от него. Также вот у нас звезда эта. Которую нужно активировать, чтобы попасть в секретку. Здесь у нас пилы. Причём у них есть надпись сзади. Это очень интересно. Спереди-то надписи нет. А вот сзади она есть. Так. В этой локации, ну допустим, проехали. Остальные локации где вообще? Ну вот локация с поездом. Они, короче, все как-то перемешаны между собой. Это неудобно. Начинаешь путаться. Вот он хэлпи, кстати. Здорово. Здорово, хэлпи. Показывает, куда нам надо ехать. Вот он. Локация с поездом. За поездом у нас ничего нет. Вот в этой локации надо тоже... Залейте, посмотрите туда. Какой-то баран. Кстати, ни разу не видел барана во ФНАФе. Ну ладно. Птицы. Тут у нас тоже два пути. Я так вижу, да? Блин, я реально... Я реально запутался, если честно. Ну вот это самая начальная локация. Где у нас типа там панорода, какие-то еноты. Чё тут только нет. Подковы, утки. Прикольно. Ну это такие, знаешь, 2D-шные спрайты. Главное, что мы с вами нашли... Естественно, этот... Сундук Глиштрапа. Вот это реально было прикольно. Вот я опять запутался, куда нам надо лететь. Но я так понимаю, мы практически всё посмотрели. Да, вон сидит этот дурачок, смотрите. Сидит, угорает. Ну, классно, классно. На самом деле, в этой серии не так много секретов. Но мы узнали, как работает сама локация. Что она поделена на части. И что она реально огромная. Вот там мы не были ещё. Давайте сюда слетаем, вот в эту часть. Где какие-то пирамиды непонятные. Что это за пирамиды, я вообще не понимаю. А, я понял, я понял. Вот, вот зачем эти пирамиды нужны. На них были всякие эти декорации наставлены. Ну, вот, собственно, туалет для мундропа без дырки в полу. Срать можно прям на пол. Какой-то гроб. Здесь у нас, типа, вентиляция. Какие-то звёздочки. Прям, смотрите, 3D-шные объекты. Офигеть. Зачем? Зачем, непонятно. Но они есть. Да, вот эту локацию мы ещё не видели. За этим забором у нас, соответственно, ничего интересного. Ну, я так понимаю, всё. Мы осмотрели всю локацию. Она реально очень большая. Это, наверное, одна из самых больших локаций в игре. И выглядит реально внушающе. Ну, поделена она, конечно, очень странно. Не по порядку всё. Но мы, я думаю, всё осмотрели. Везде полетали. Как по мне, серия получилась реально интересной и насыщенной. Надеюсь, тебе ролик понравился и ссылок ту же поставил. А мы продолжим взлом уже в следующей серии. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok